Наша Елена Зорина пообщалась с теми, кто уже смог это сделать. Сколько им это стоило и как живется под залоговым чиновником. Смотрите далее. Хитроумные схемы, тысячные и даже миллионные взятки за держание на горячем. Под столом люди. Что вы за цепь устроили? Ручники идти, сейчас одеть. Шоу для всей страны. Сюжет чем дальше, тем интереснее. Уже в суде кто-то снимает брюки, кто-то меняет цвет одеял. А дальше в драме хэппи-энд. Это только начаток. Но благодаря вам я стою тут, живый, здоровый. С браслетами и за очень большие или чисто символические деньги они покидают здание суда. Никто не может нести в Украине 2 миллиарда. Я был очень удивлен, когда Насиров нашел 100 миллионов. Я не планировал вносить залог. У меня особо таких денег нет. Пожалуй, самая обсуждаемая история этого года. Задержание и выход под залог главного фискала страны Романа Насирова. Сплачена была фактически двумя особами. Это и дружиною и тестом. Ровных долях по 50 миллионов гривен. Хотя прокуратура просила 2 миллиарда. Почему сумма залога была снижена в несколько раз? Заслуга защитников или что-то другое? Суд по своему внутреннему убеждению исключительно определяет сумму залога. Да, действительно он может установить сумму залога, которую просит прокуратура. Что в принципе зачастую бывает. Но однако, когда речь идет о довольно крупных суммах, то суды их довольно часто снижают. Официально снизить залог могут из-за финансового состояния задержанного. Не коррупционер Насиров, который в прошлом забывал декларировать и квартиру в Лондоне, и бизнес жены, для суда, видимо, оказался довольно беден. Хотя только наличными позже показал более миллиона долларов и почти полмиллиона евро. Несколько земельных участков Чернигове и области, машину, часы, ковер и тренажер. Все остальное на жене. Вышел из-за тех, где же сейчас главный фигурант скандальной истории. С электронным браслетом на ноге Насиров журналистами предпочитает не общаться только с адвокатами и детективами НАБУ. Где ожидает окончания досудебного расследования и чем занимается, не афиширует. Это украинский Беверли-Хиллз. Именно так называют элитный поселок Казин в 25 километрах от Киева. Все из-за того, что здесь обосновались многие украинские ВИПы, политики, чиновники, бизнесмены. Здесь же расположенный дом, где живет отстраненный главный фискальщик страны Роман Насиров. Дом в 400 квадратных метров, недалеко от знаменитой кончезаспы, скрыт от посторонних глаз. К нему ведет отдельный заезд. Рядом дежурит охрана, но, завидев камеру, испаряется. И внутри, и снаружи явно кипит жизнь. Кто-то уезжает, а кто-то только собирается встречи с журналистами. Насиров явно не ждет. Здравствуйте. Как вы себя чувствуете? Я в порядке. А чего вы не хотите общаться с журналистами? Ожидать сюда, в СИЗО, правила не для высоких чинов, говорят эксперты за решеткой. Те, кто попроще. Рядовые таможенники, прокуроры и мелкие чиновники. Чем выше чиновник, тем легче ему поберутся за нижнюю заставу. Показником того, что застава есть высокая, 100% гарантия, что это оферный козел, то есть человек, на который пытаются скинуть всю ответственность. Хотя, бывают и исключения. Рабочий компьютер, свежая пресса, проектная документация, какие-то поздоровления. Звучайный кабинет будь-якого чиновника. Вот только Алексей Момот не обычный чиновник, а тот, которому светит 12 лет тюрьмы. Мэра Выжгорода подозревают в вымогательстве взятки. В миллион евро. Год назад именно в этом кабинете его и задерживали. Теперь здесь, как в библиотеке. А еще новую камеру наблюдения. До того она писала только на видеорегистратор, а теперь она пишет, кроме регистратора, еще и так званный облачный сервис. За его свободу просили 10 миллионов гривен. В итоге сошлись на пяти. Собирали деньги всем городом. Чиновник традиционно оказался гол как сокол. Давал местный бизнесмен, за кого знаю очень много лет. Давали два народных депутата. Моя дружина. Сбирали люди на площади. А через месяц деньги вовсе вернули. Чиновнику изменили меру пресечения. И вместо залога выпустили под личные обязательства. Уже 10 месяцев он на работе ждет суда. На май назначены только предварительные слушания. Сам Момат убеждает, готов ко всему. Ну придут, да придут, жарят. Что ж это такая работа. Добробуту вам. Усиляки гараздью. За его делом три года назад украинцы следили, затаив дыхание. Мы назначили мельнику Петру Володимировичу 18 червня заставу в размере 20 тысяч минимальных заработных плат, что составляет 24 миллиона 360 тысяч гривен. Бывшего ректора налоговой академии, обвиненного во взяточничестве, ни такой залог, ни даже браслет не остановил. Он все равно умудрился сбежать из страны. Много капельниц, руки были набракли, руки сцепли, особенно их никакие, так сказать, зусильнее требовало было, чтобы их снять. А затем вернулся и начал судебную войну. Нема ответственности в криминальном кодексе в Украине той людини, которая сняла расследование. Сам экс-ректор, говорят соседи, начал вести более скрытый образ жизни. Чем занимается, непонятно. Похоже, ведет свой бизнес. Живет под Киевом, дом, территория которого раскинулась на две улицы, знает каждый. В доме топят печь, но двери не открывают. Меньше публичности – это, видимо, лучший рецепт уладить все неурядицы и вернуться к прежней роскошной жизни, хоть и накупленной свободе. Елена Зорина, Марьяна Бурякова, Сергей Килимник и Вадим Сверидонов. Подробности недели – телеканал Интер.